Мы находимся в нашем центре дистрибьюции. За моей спиной вовсю работает робот-автомат, который упаковывает солод в мешки и на поддоны. И сегодня мы обсудим Шато Шоколад. Являясь старейшим солодовиным заводом в Бельгии, мы производим много различных сортов солода, которые отлично подходят для изготовления отмеченного наградами пива. Однако иногда пивовары не до конца понимают, как их использовать. Но не стоит беспокоиться. В этой рубрике мы объясним вам, для каких сортов пива лучше использовать наш солод. Шато Шоколад. Это один из наших обжаренных солодов шоколадного цвета, что и следует из его названия. Однако не буду забегать вперед. Объяснение оставим ребятам из лаборатории. Но если вкратце, этот солод обладает теплым копченым ароматом, как у настоящего шоколада. И вкус тоже может быть шоколадным, в зависимости от химического состава воды. Ух, горячий шоколад! Было бы неплохо сейчас выпить чашечку. Давайте заглянем в лабораторию. Солод Шато Шоколад готовится по такому же принципу, как всеми любимый солод Пилснер, который затем обжаривают при температуре 220 градусов, что придает солоду красивый темно-коричневый оттенок и вкус обжаренных орехов. Хоть он и не придает такую крепость пиву, как другие жареные солода, данный солод уникален сам по себе. Шато Шоколад — лучший выбор, если вы хотите придать вашему пиву более интересный оттенок и легкий поджаренный вкус. Хотя данный солод не очень хорошо подходит, например, для стаута, он отлично сочетается с другими сортами пива, потому что он добавляет цвета и теплоты пиву. Обычно он хорошо сочетается со многими сортами пива, сохраняя и его баланс, и пипкость. Используя шоколадный солод, можно сварить много отличных сортов пива. Это один из солодов, который мы используем в создании различных сортов пива в нашей пивоварне. Бельгийские сорта. В небольшом количестве, примерно 0,5-2%, Шато Шоколад придает бельгийскому янтарному пиву многогранный вкус и цвет. Брюн или бельгийский коричневый эль. Шато Шоколад используется в сочетании с карамельным солодом для создания насыщенного цвета и придания легкого жареного вкуса без горечи, которым известен этот стиль пива. Добавьте не более 5% смеси. Шоколадный солод также можно использовать для бельгийского квадрюпеля, так как для этого сорта нежелателен сильный жареный вкус. Но он отлично помогает подчеркнуть легкую жареную сухость пива, которая чаще всего ощущается в более сладких версиях крепких темных сортов пива. Используйте не более 7%. Британские сорта. Солод Роустед Барли хорошо подходит для стаутов, а Шато Шоколад для портеров. Темно-коричневый цвет и нежный жареный аромат солода идеально подходит для подобных сортов пива. От коричневого портера до имперского. До 7%. Такой процент мы советуем использовать. Хотя некоторые пивовары используют и до 10%, получая при этом фантастические результаты. ЕСБ и коричневый Эль, знаменитый своим насыщенным карамельным вкусом, в небольших количествах Шато Шоколад помогает придать многогранный и сухой вкус. Приблизительно от 1 до 3%. Ирландский красный Эль обычно варится с использованием карамели либо небольшого количества жареного солода для придания нужного цвета. Не переборщите, чтобы не сделать из него пиво с жареным вкусом, так как это нетрадиционно для данного сорта. Для этого солод Шоколад подойдет в самый раз, так как вы сможете добиться необходимого цвета без добавления жареных ноток во вкус. Просто добавьте солод Шоколад, чтобы получить желаемый цвет. Немецкие сорта. Для стиля Альтбир идеально подходит солод Шато Шоколад. Добавьте 1-2%, это будет достаточно для чистого аттенуированного пива с сухим ореховым послевкусием. В небольшом количестве солод Шоколад определенно придаст многогранность мюнхенскому темному лагеру. Например, нотки поджаренного хлеба особенно в сочетании с солодом Мюник. Благодаря своему мягкому жареному аромату он поднимет ваш мюнхенский темный лагерь на новый уровень. Используем всего лишь 0,5-2%. Американские сорта. Аляскинский копченый портер. Как я уже говорил ранее о британских сортах, Шато Шоколад идеальный кандидат для этого стиля пива. Хорошей будет комбинация с солодом Смоукт или Питет благодаря мягкому жареному вкусу. Смело добавляйте до 10% смеси. В составе американского Браун Эля присутствует большое количество хмеля, из-за чего лучше не усиливать его вкус жареными нотками. Для идеального результата хватит 3% или даже меньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok